Поток транспорта перемещается по мосту на проспекте Республики практически непрерывно. Движение на этом участке достаточно интенсивное. За сутки по одной из центральных артерий проходит тысяча единиц автотранспорта, в том числе и крупногабаритного. Поэтому ремонт, а в скором времени и замена дорожного полотна на этом отрезке – одна из первоочередных задач. Сложившиеся на этой неделе погодные условия позволили нам как никогда рано начать в полном объёме работы по ямочному ремонту улиц. В первую очередь мы, конечно, внимание будем обращать на самые разрушенные участки. Далее будем переходить на улицы, где больше интенсивность движения, ну и потом только все остальные. На данный момент ямочным ремонтом занимаются на территории города шесть бригад. Фронт работ поделён, исходя из насыщенности транспортного потока. Чем напряжённее движение, тем больше здесь необходимость в реновации. Работаем на этой машине два человека. Работаем целый световой день. Мы стараемся сделать, чтобы водители были рады, дороги были готовы. Машины, которые вышли сегодня, это струнно-инъекционным способом, и четыре бригады с использованием литого асфальтобетона, как мы и продолжали. К сожалению, погодные условия только позволяют на три дня привлечь технику вот эти дорожные ремонтёры. Но даже эти три дня нам дадут очень большое подспорье, пока не наступят уже действительно тёплые дни. В этом году ямочный ремонт проезжей части планируется произвести на территории в 32 тысячи квадратных метров. Кроме того, запланировано сплошное асфальтирование части улиц, где дорожное покрытие пострадало более всего и не подлежит восстановлению. В зимнее время при температуре ниже плюс 5 работы ведутся с использованием литого асфальтобетона, потому что только эта технология позволяет при отрицательных температурах производить работы. Работы с струнно-инъекционным методом, который мы видим здесь, возможны вести только при температуре более 5 градусов по Цельсию. Специальный дорожный ремонтёр с применением битумной эмульсии и щебня мелкой фракции. Что даёт эта технология? В первую очередь, это, конечно, скорость производства работ. Если сравнивать то, что мы ведём литым асфальтом, то здесь производительность примерно в раз 10 больше. При этом стоимость работ тоже в разы уже меньше. Весна вступает в свои права, а потому на улицах города мы ещё не раз увидим специальную технику, бригады трудящейся и привычный опознавательный знак – дорожные работы. Сейчас это особая необходимость. Продолжение следует...